Для всех нас сейчас наступает очень непростое время. Мы должны как никогда определиться, на чьей стороне стоим. Глупо не понимать, что среди всех национальностей есть как хорошие, так и плохие представители. Нет сомнений, что среди евреев Беларуси подавляющее большинство, обычные граждане, которые хотят жить в мире и согласие со всеми, и выступают против того беспредела, который сейчас совершает отдельные представители иудейской элиты. Насколько эта элита является иудейской, это уже отдельный вопрос, так как многие из них открыто называют себя каббалистами. Покажите, где в Танахе написано, хоть слово, о шестиконечной звезде Давида. И какое отношение Каабала имеет к иудаизму. Ведь на занятия эзотерикой, наложен строгий запрет, не только в Танахе, но и в апокрифе Эноха, который был третьим по популярности, среди древних свитков, найденных в середине 20 века в пещерах Кумрана. Приходилось многократно спрашивать об этом иудеев, никто так и не смог дать аргументированного ответа. Совершенно очевидно, что шестиконечная звезда, это эзотерический знак, который ничего общего с царем Давида не имеет. Апокалипсис не случайно называет ложных иудеев, сатанистами, которые только называют себя иудеями, но на самом деле, не являются таковыми, а угуд. Предлагаю самостоятельно открыть главу третью, стих девятой апокалипсиса, и убедиться, что сборище сатанинское, поклонится пред ногами христиан, которые до самого конца, не отрекутся от имени Иисуса Христа. И сохранят слово терпения его. Поэтому хотелось бы объединить, перед грядущими проблемами, как можно больше людей, в том числе и евреев Беларуси, среди которых очень много искренних христиан, и просто порядочных людей. Глупо отказываться от поддержки значительного числа населения нашей страны, внушительную часть которого составляют евреи. Надеюсь, многие не доверяют официальной статистике, утверждающей, что у нас в стране проживает лишь 0,136 тысячных процента евреев, от общей численности населения, а как минимум 10, а то и 20 процентов. Если не гораздо больше. Только вдумайтесь, что в начале 20 века в одном Витебске функционировало 30 синагог, в Минске — 83. Городское население составляли на 50 процентов евреи, а в городе Слуцке и вовсе проживало 77 процентов этнических евреев. Не нужно далеко ходить, достаточно просто посмотреть на своих знакомых и заметить очевидные вещи. Итак, каждый гражданин, независимо от национальности, который будет помогать в борьбе с преступной системой масонов, экуминизмом, биометрией, вживлением чипов и движением БНФ, направленным на разжигание ненависти к русским. Такой гражданин может по праву считаться честным человеком, заслуживающим доверия. Ведь придерживаться идеи о превосходстве одной национальности могут лишь по сути фашисты. И евреям, как и многим национальностям, известно не понаслышке, что такое геноцид, порожденный идеей расового превосходства. Но как объяснить осознанное уничтожение себе подобных, для достижения высоких целей? Поэтому настоящим шоком для многих стало признание некоторых раввинов в том, что иудейская элита зачастую принимает активное участие в стимулировании антисемитизма. Таким образом они внушают остальным евреям, не решающимся переходить в радикальные направления иудаизма, что среди других народов их окружают одни враги, и направляют общественное мнение в нужное для них русло. Особенно неизгладимый след оставила речь Эммануила Рабиновича, от 1952 года, в которой он называл оправданной жертвой, убийство малых евреев фашистами. Себя, конечно же, к малым евреям Рабинович не относил. Очевидно, что малые евреи, это простые евреи, которые не могли похвастаться богатством иудейской элиты. В своей речи в 1952 году Равин зашел слишком далеко, позволив себе и вовсе отрицать Холокост. По его словам, во время Великой Отечественной войны, пострадало, внимание, всего лишь несколько тысяч евреев. Могут обоснованно закрасться сомнения по поводу подлинности речи Эммануила Рабиновича. Однако удалось найти подобное, совершенно свежее, и неоспоримое свидетельство сына великого скрипача, выходца из элитной иудейской семьи, Жерара Минухина. Этот наглец опубликовал в 2016 году книгу «Скажи правду и посрами дьявола», на страницах которой осмелился заявить, что Адольф Гитлер был единственным государственным деятелем в мире, который мог бы спасти мир от плутократической еврейской опасности и освободить порабощенную планету. И подобный бред всерьез читают люди. Сомневаюсь, что Жерар Минухин не читал план ОСТ, по которому Гитлер надеялся уничтожить 80% славян. Но на этом Жерар Минухин не останавливается. И идет дальше. Он утверждает, что Холокост — это величайший обман XX века. По его словам, во время Великой Отечественной войны во всем мире пострадала лишь пара десятков тысяч евреев, и все они были предатели и саботажники, которые якобы заслуживали смерти. То есть он намекает, что во время войны среди погибших не было иудеев. Но мне лично знакомо еврейское кладбище, на котором были похоронены непростые евреи. А скорее всего, как минимум 620 иудеев, среди которых были в основном женщины и дети. Их согнали со всей округи фашисты и расстреляли в 1941 году. Это кладбище находится на окраине одного из поселков Витебской области, который когда-то считался еврейским. Говорят, что после той страшной облавы удалось сбежать лишь одной женщине. Ее звали Дора Львовна. Она до самой смерти ходила со слезами на еврейское кладбище, и проклинала немцев. Не слышно, чтобы Жерара Минухина привлекли к ответственности. До сих пор его книга доступна в интернете. Об этом, в кавычках, шедевре открыто рассуждают даже в российских СМИ. Теперь возникает вопрос, почему подобные публичные рассуждения не блокируют, почему Зеленскому позволено хвалить героя Бандеру, забывая при этом, о жертвах Бабьего Яра, почему не блокируют канал Крамола и сотни каналов неязычников, которые размахивают свастиками и призывают, мочить евреев и, конечно же, жечь православные церкви. Ответ станет очевидным, если внимательно всмотреться в лица организаторов неязычников. Очевидно, что эти люди готовы на повторение сценария с фашистской Германией, но уже в России. Для этих людей жизни простых евреев, тем более славян, ничего не значит, так как настоящая ценность для них. Это их личное материальное благосостояние. И я смотрю на некоторых иудеев, которые с верой и правдой разлагают наши церкви, сами же живут, нередко в нищете. Чего вы ждете? Ведь для своих собратьев вы лишь пушечное мясо. Также хочу познакомить некоторых поклонников неязычества с заявлением кандидата в президенты США Робби Веллса, который в своей программе полностью озвучил планы сатанистов по построению глобального общества без границ. Посмотрите на трибуну. Какое яркое название АллатРа. А теперь вспомним канал Крамола, с антисемитскими высказываниями, и миллионом подписчиков, и обратимся ко всем любителям акцентировать внимание на корень Ра. Поверьте, нет никаких сомнений, что вас ведут сатанисты. У них хватит сил и средств посадить вас, а вы уверены, что сможете безнаказанно повторять по их же указке очевидные провокации. Ведь перед Богом все народы равны, и каждый отдельный человек, независимо от национальности, будет отвечать лишь за свои поступки и за тот вред, который нанес другим людям. Мне действительно повезло, так как среди знакомых евреев очень много искренних христиан и порядочных людей, которые часто помогают по жизни. Это очень светлые и талантливые люди, которые делают много добра для всех окружающих. Именно они вдохновили на создание этого видео, и помогли сохранить самое главное — веру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова